Здравствуйте, товарищи! Тема сегодняшнего занятия «Профсоюзный контроль за соблюдением законодательства в морской возрасте». Проводят занятия председателем регионального профсоюза работников пилота «Морской профсоюз», вице-президент Союза профсоюзов России Юрий Викторович Курнаков. Пожалуйста. Добрый вечер, товарищи! Сегодняшняя тема, она довольно специфичная, и разговор пойдет именно о конвенции МОД Международной организации труда, о труде в морском судоходстве. Поэтому я написал краткий доклад, всего на трех страницах, но для того, чтобы было понятно, так сказать, любому работнику, который связан с морской возрасте, не связан с морской возрасте, чтобы было понятно, о чем речь идет, поэтому мне нужно будет некоторые делать вступления и по тексту кое-какие отвлечения, чтобы прояснить ситуацию. Ну, первое. Конвенция называется полностью «Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 года». Почему так и называется? Потому что в 2006 году эта конвенция была принята. А потом пошла ратификация этой конвенции. И эту конвенцию ратифицировала Российская Федерация в 2012 году. Некоторые спрашивают, говорят, ну, сейчас наша принята законодательство, что наша законодательство российское выше, чем международное. Не совсем так. Если мы приняли эту конвенцию и ее исполняем, и претензий, какие нет, значит, она выше национального законодательства. Конвенция, чтобы немножко в историю уйти, вообще, конвенции МОД о труде, они, первая конвенция была ратифицирована и принята в 1906 году. Ну, как правило, конвенцию принимают профсоюзы, потом ассоциации работодателей и представители государства. Ну, трехстороннее такое принятие. За это время, с 1906 года, было издано где-то двухтомник этих конвенций по всем отраслям. Есть отдельные конвенции и по шахтерам, и по металлургам, и по сельскохозяйственным работникам, в том числе и по рыбакам, и по морякам. Так вот, до 2006 года конвенции и рекомендации накопилось по морякам. 87 конвенций. И эти конвенции каким-то образом нужно было применять на практике. Но на практике получалось довольно сложно. Почему? Дело в том, что ратификация каждой конвенции проходила в одной стране, ратифицировали, в другой не ратифицировали. И в итоге эти 87 конвенций, ну, например, допустим, в России ратифицировала, допустим, 15 конвенций, 87 конвенций, допустим, в Великобритании, там, 20 конвенций, Кипр, 6 конвенций, но такие страны, допустим, как Панама, не одной. И поэтому на практике применить ее было очень сложно. Конвенции очень, вот эти пункты, конвенции очень важны, потому что в них регламентируется буквально все. Ну, то есть, начиная от минимального возраста для моряка, о минимальной зарплате, о страховке, даже регламент есть на то, что спецодежда, питание, какое должно быть финансирование быть, то есть, до того, что сколько должно быть вилок и ложек на судне в столовой. Вот. Вот, как я сказал, 87 конвенций. И было принято решение, так как морская отрасль, одна из первых, которая стала глобальной, поистине глобальной возраста, то эта ситуация назрела. Вот. Чтобы еще ситуация назревала с 70-х годов, до 1970-го года, в то время, впервые, начали суда регистрировать в офшорных, так называемых, зонах. И получалось, что, если появились такие удобные, ну, в морской практике, на морском языке говорится, так называемые удобные флаги, офшорные удобные флаги. И первое, это начала делать Португалия, которая своим законодательством разрешила на суда португальские делать регистрацию в других морских регистрах, таких, как, допустим, Кипр, прежде всего, потом Панама. И, соответственно, они полностью уходили из-под юрисдикции своего национального государства. В этом случае получалась ситуация следующая, что судовладельцы, те же португальцы, они начали нанимать соответственно экипажи уже не своих граждан, а более дешевую рабочую силу. Здесь нужно еще учесть тот момент, что в морских перевозках доля затрат на перевозку судна, на эксплуатацию судна, это 60% это заработная плата. Поэтому существенная. И в этом случае началась ситуация, то есть замена, то есть национальные кадры начали терять рабочие места, нанималась более дешевая рабочая сила, в то же время, так как эти страны, которые появились офшорные, Панама, Кипр, потом появились Белиз, даже Монголия появилась, вроде как не судоходная страна, вот, и там естественно они не рефицировали ни одной конвенции, то есть фактически шла эксплуатация работников, в том числе в эту когорту, потом в начале перестройки попали и российские моряки, вот, как более дешевая рабочая сила тогда. Вот, но, со временем ситуация пришла не к полному коллапсу, но к тому пониманию, что весь рынок морской, морского судоходства, он лихорадил его из-за этого, почему? То есть сложились определенные, были крупные компании судоходные, которые как сказать, нанимали коллекционных кадров, в то же время они работали на определенных линиях по перевозке груза, но заходили другие суда под удобными флагами и начали допинговать по фракту, соответственно начал лихорадить фрактовый рынок, потому что как бы были установлены понятно, что если зарплата определенная сложилась 160 как я говорил 60 процентов этой самой зарплаты в инструкционных расходах судна, то соответственно крупные компании, которые работали по правилам, они начали терять рынок перевозки. Поэтому все в принципе были этим недовольны. Поэтому сначала действовали следующим образом, чтобы заставить и вытолкнуть из недобросовеста владельцев, но я говорю, что оно же не только привлечение дешевой рабочей силы, снижение зарплаты, оно снижение и профессионализма у моряков. то есть набирались соответственно моряки из третьих стран, это соответственно повлияло на безопасность судоходства. Было много крупных аварий, в том числе именно связанные с тем, что неквалифицированные кадры, низкая зарплата и плюс фактически рабский труд. найти концов в этом случае было невозможно, потому что я уже приводил такой пример, что нашу перестройку, когда началась перестройка, тоже наши моряки начали устраиваться в компании, которые ходили сюда у них под офшорными флагами, удобными, допустим, флаг Белиза. Компания, которая нанимала Круингову компанию, компания по найму, она набирала людей с России, компания зарегистрировала на Кипре, непосредственно судно принадлежит, совладелец может вообще немец быть или русский. И когда возникал вопрос неопыт и зарплаты, а совладельцы ненабросовестно активно пользовались этим делом, то на поверку оказывалось, что когда они обращаться, а куда? В компанию, которая на Кипре, допустим, мы проводили определенную проверку, приезжали искать компанию конкретную, которая там не выплатила зарплату по Кипру. Приходим в офис, одна комнатка, там выходит женщина и говорит, вам какую компанию? Открывает картотеку и смотрит. Это просто бумажная компания, к ней предъявить ничего нельзя. Мы пытались судно остановить, арестовать судно непосредственно, допустим, в России к порту, за не выплату зарплаты. Ну, суд отказывал нам, потому что у нас в законодательстве было следующим образом прописано тогда в Городинском кодексе, ГПК вернее, о том, что нужно подавать по месту нахождения ответчика. Ну, я говорю, даже вышел такой анекдотичный разговор у меня с председателем суда, тогда еще в Владивостоке, когда говорит, что надо подавать по месту нахождения ответчика. Я говорю, так ответчик находится в Белизе. Он говорит, ну, надо посмотреть, в какой области находится Белизе, туда и подать. Да. Вот такие были дела, и поэтому нам приходилось делать акции протеста, когда можно было забастовки судно объявлять по невыплате зарплаты, чтобы судно задержать, параллельно подавали в суд. Ну, тяжело было. Вот, поэтому, как я ранее сказал, это было невыгодно всем, по большому счету. Ну, одно время, вот сейчас организация, которая называется Международная Федерация Транспорных Рабочих, ITF, которая сейчас у нас признана нежелательной организацией в связи с военной операцией, потому что она практически споддерживает, так сказать, Украину. Ну, в свое время она, как сказать, пыталась каким-то образом вести там в области перевозок какой-то порядок и выработали с крупными судовладельцами определенные коллективные договора, в которых было прописано, вот, согласно конвенции, там, минимальная зарплата, минимальный возраст, ну, все, что это самое, и все это отражалось в коллективном договоре. И с помощью привлечения докеров блокировали эти суда и навязывали прямо эти коллективные договора. Вот. Ну, в какой-то момент это давало результаты, но мелкие судовладельцы все равно уходили из-под этой резиденции, и фактически, я говорю, что было бесправие, и много было очень тяжелых случаев и с гибелью моряков, и с гибелью судов, и невыплатой. Вот. Поэтому в 2006 году крупные судовладельцы, профсоюзы собрались и плюс представители государств. Ну, сопротивляция прошла, там нужно определенное количество тоннажа, судов, там все прочее, все это было достигнуто. И была принята эта конвенция. Все 80 конвенций вошли в эту сводную конвенцию от времени морякового судоходства. Вот. И дальше как бы вроде порядок начал соблюдаться уже. То есть фактически это стало на уровне законодательства. Но что дальше произошло, допустим, выполнение этой конвенции должно быть контролировать государство, которое ратифицировало эту конвенцию. У нас как я говорю, была конвенция России ратифицирована в 2012 году. Вот. И назначили ответственных. Ответственных назначили за разработали в конвенции есть свидетельство о соответствии судна непосредственно конвенции вот этой 2006 года, что оно соответствует. Вот. Это у нас в России отдали морскому регистру. Морской регистр это чисто техническая служба, которая сертифицирует суда на предмет технического состояния. Но им поручили это дело, на суд надо выдать свидетельство, они выдают. Когда я встречался с морскими регистрами, говорю, а как вы проверяете соответствие? Ну вот перечень документов и все прочее, а вы понимаете, что это вот в этой конвенции? Ну это не наша служба, не наше дело по большому чтобы нас повесили, выдаем. А контроль за исполнением этой конвенции поручили портовому государственному контролю, инспекторам. У них тоже получается эта конвенция пошла в нагрузку. Почему? Они проверяют именно состояние судна и действуют согласно международным правилам, так называемым токийскому парижскому меморандуму, который предусматривает общую глобальную базу, где они смотрят, если судно получило какие-то замечания, они передаются до устранения в порту, либо задерживаются по этим замечаниям. Им сказали проверяйте теперь конвенцию о труде морского судоходства. Опять же с ними разговариваю, вы проверяете уровень зарплаты, что мы должны это делать. То есть как говорил у нас Черномырдин, хотели сделать как лучше, получилось как всегда. То есть вроде бы как есть контролирующие органы, есть конвенция, которая в принципе должна действовать и помогать именно моряку прежде всего. Но по итогу получается, что тем органам, которые были поручены, они некомпетентны оказались. Дальше. Кроме того, когда принимается любая международная конвенция и соответственно международные конвенции должны быть нести, внесены быть в законодательные адки различные изменения. Допустим, в тот же кодекс о труде должны были внести изменения, потому что там морская отрасль совершенно не стыкуется с трудовым кодексом, который предназначен для береговых предприятий. Это совершенно другая специфика. То есть как можно сказать, допустим, по судам, которые работают на шельфе на обслуживании нефтевышек, они работают два через два месяца, по 12 часов работают без перерыва. То есть когда у них такая специфика работа у них. Если взять рыбаков, там пошла эта самая Путина, там вообще как сказать, они практически самая круглосуточная работают. Поэтому плюс, как я говорил, каждый определенный период устанавливается минимальная зарплата для моряка. То есть из расчета, допустим, устанавливается ставка матроса первого класса и дальше рассчитывается уже по коэффициентам от матроса первого класса до капитана. Ну, грубо говоря, допустим, ставка тысячи долларов, соответственно, у капитана там будет где-то 6-7 тысяч долларов. Ну, если в долларов брать. Соответственно, плюс дальше идут расчеты переработки. Опять же, такого нету ни в одной отрасли, как у моряков. Фиксированная овертайм. То есть стабильная переработка. То есть в месяц идет 103 часа стабильной переработки. Она учитывается в контракте, она учитывается в коллективном договоре. Нигде это у нас в законодательстве это не прописано. К чему это в итоге, то есть я говорю, ни одного подзаконодательного акта не было, как сказать, России издано в связи с этой конвенцией. Доходило до абсурда. Мне пришлось судиться по морякам, по неуплате зарплаты здесь, в Василия-Совском суде. и когда я применял конвенцию, судья сказал, я вообще не понимаю, есть гражданский кодекс, есть гражданский процесс кодекс, другое я не знаю. пришлось с судей разговаривать и приносить конвенцию, объяснять все прочее, но удалось мне все-таки по конвенции судебный процесс выиграть. Но никто у нас в этом не то, что не разбирается, и это ничего не сделано государством в этом направлении. Во всем мире, где есть крупные морские державы, крупные морские державы, везде есть отдельные морские суды, те, которые профессионально занимаются рассмотрением таких дел, начиная от морских столкновений, там какие-то разливы нефти, там еще что-то, кончая трудовыми отношениями. Есть понятие морского залога, все прочее, ничего у нас это не прописано. Поэтому в этом идет очень большие сложности в данной работе. Ну и как я говорил, что есть проверяющие органы, но как бы они обязаны контролировать. Единственное, что стало как уже заправило, то, что судно не может выйти без этого свидетельства, которое регистров дает соответствие морской конвенции и порт страйк контрол может по заявлению моряка, если там не выпадет зарплату, судно задержать. Вот это единственный плюс, который мы решили. Но в связи с тем, что эта конвенция не применяется на практике у нас в России, она приводит к следующим результатам. Вот допустим есть у нас парусные суда. Это Курзенштерн, Седов, есть Надежда, есть Паллада, есть Херсонес. То есть много есть таких специфичных судов, которые в свое время еще успели в Советском Союзе приобрести. Последние были в Польше построены там целая линейка была парусных судов. Экипажи этих судов просто уникальны. Просто уникальны. Потому что, как говорится, что парусный капитан, который на таком судне ходит, это их намного меньше, чем космонавтов. То есть это уникальные люди. Суда эти сначала принадлежали морским учебным заведениям каждой там свою судоходную компанию потом. Основная была передана в Росморфорд. И осталось на балансе всего у Калининградского технического университета, бывшая рыбная мореходка рыбная в Калининграде, Седов и Крузенштерн. Так вот, когда я посмотрел штатное расписание, у капитана судна, парусного судна официальная зарплата, но она идет, допустим, на клад, потом идет, как сказать, коэффициенты всякие, потом есть за учебные суммы, за учебные какие-то вещи, потом за парусное вооружение и все прочее. В итоге сумма стоит у капитана 26 тысяч рублей. Вот. Да, пытается там ректор выкручивать и все прочее, но чтобы этот вопрос решить практически невозможно, потому что это как они замыкаются на уже стоящей организации, на горском волосе, горском волосе, говорит, нам нужно фонды, а фонды дает Минфин, нужно что-то обоснование, никаких нет подзаконных актов, поэтому таким образом. Поэтому у нас фактически вот на сегодняшний день все вот эти парусные капитаны, которые могли работать, они и работают сейчас только не у нас. Та же ситуация во всем государственном флоте у нас это имеется в виду вот у нас есть уникальные суда, те, которые ходят в Антарктиду, уникальные суда, и они единственные, кто как раз обеспечивает вот эту навигацию, смену людей, которые вахтовым методом работают в Антарктиде, плюс завозы все делают и прочее, то есть у них ситуация та же самая, что на Крузенштерне, и они просто не могут нанять людей. Я вот разговаривал с отделом кадра, и прочее, то есть поэтому ну я не говорю про речку про нашу, там как сказать ну ситуация ахвая просто, просто ахвая. хотя в принципе все механизмы есть. Писали по этому поводу в Минтранс, потом прилагали свои услуги, в конвенции обозначено о том, что должен все изменения, которые принимаются, все прочие, они должны быть учтены в коллективном договоре, должен быть назначен профсоюз, с которым можно было все эти вопросы, ну там написано представители моряков, представители судовладельцев. С ними все эти изменения, все прочее, что вносится, должно согласовываться. Есть документы, на основе которых можно было официально повысить зарплату. Но самое интересное, недавно был состоялся диалог, не диалог, встреча в Минтруде. там должно быть замминистра, но были клерки его. И когда я им озвучил ситуацию по поводу зарплаты на парусом судне капитана, они говорят, это не к нам, это к Минфин, это не мы, вообще-то Министерство труда, по большому счету. Вот. Ну что, соответствую, как я сказал, по ситуации по парусным судам, такая ситуация происходит и по другим, хотя вот, ну, всех на слуху, допустим, компания Совкомфлот, ну, как бы государственная компания, ну, не совсем государственная, во время перестойки она перестала быть государственной, ее, как сказать, приватизируют уже лет 15-20, до сих пор не могу приватизировать, потому что основные, как сказать, уши торчат опять же в Лондоне, на сегодняшний день даже. Вот. Все равно при всех этих таких больших финансовых вливаний не все моряки стремятся там работать. Есть намного лучшее условие на иностранных судах. Что было понятно, у нас где-то порядка, это по данным Международной морской организации порядка 200 тысяч наших российских моряков работают за границей на иностранных судах. То есть ситуация такая получается, что, допустим, взять компанию Майерск, да, превосходные условия, высокие зарплаты, на газовозах у них зарплата доходит до 15-20 тысяч долларов в месяц. И, как сказать, никого дискриминации нет, что это российские там, россияне либо англичане там и все прочее. То есть социальные условия там ходят того, что межресевое страхование делают, в том числе на членов семей, для того, чтобы людей удержать. Ну, как бы они работают по-социалистически в Майерск, по большому счету. Они пытаются удержать кадров, потому что морских кадров в мире сейчас не хватает. У нас же получается ситуация следующая. То есть мы готовим кадры, в основном бесплатно, получают самообразование, а потом те, кто получил квалификацию и опыт, они просто уходят в иностранные компании. То есть наше государство готовит моряков для иностранцев. А как сказать, ну, были лет пять назад меньше такие призывы, говорят, ну, надо сделать таким образом, чтобы прикрепить, как раньше было в Советском Союзе, чтобы отрабатывали. Вы, ребята, определись, какой у нас строй, капиталистический, социалистический, то есть как вы можете моряка прикрепить сейчас, чтобы отработал. Ну, хорошо, посчитали, затратили на него 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов за обучение. Ну, он пошел в компанию, ему компания отдала 15 тысяч, это зарпад 1 месяц капитана. Отдали, пожалуйста. А иностранные компании, в принципе, много выгоды имеют, потому что они не вкладывают в подготовку кадров. И это я говорю не только здесь, это начинал говорить я еще в 97-м году, в 97-м году, когда я говорю, будут большие проблемы с нашими кадрами, будут большие проблемы. Я уже не говорю про базу учебную, про персональный состав преподавателей, которые в принципе где-то уже под 70 лет, там же тоже ничего не меняется. Поэтому как бы с одной стороны да, вещь очень хорошая это конвенция, но нужно как-то ее применять на практике. Все механизмы есть, они в руках у государства. И об этом, как сказать, мы не молчим, мы говорим об этом. Ну вот первая ласточка наверняка есть следующее о том, что вот буквально с 1 апреля Мишустин подписал постановление о том, чтобы первый документ такое вижу, что в соответствии с конвенцией МЛС МОД 2006 года передать функцию действовать согласно правил 4.2 анайме трудоуссоветственным моряков согласно этой конвенции и поручить этим делом заниматься Министерством труда и занятости. То есть впервые прозвучало и там прямо если взять рассылка идет на эту уже непосредственно не только на конвенцию а на конкретно правила подраздела как правило 4.2 найм и трудоуссоветственные моряков там полностью расписано как он должен наниматься репатриации практически все и зарплата там описано и страховки все то есть получается сейчас у нас занимается еще один нюанс есть кстати раньше этим формально занималась у нас миграционная служба ну сначала она как сказать миграционная служба была как сказать на юстицию замкнута потом ее передали в МВД то есть вообще там специалистов не стало по большому счету те которые могли бы этим делом заниматься но они к этому формально подходили просто требовали лицензию выдавали деньги брали за это а по большому счету круглого компаний компаний по найму моряков наших за границу у нас здесь куча этих компаний но если взять эту конвенцию которую сейчас должен контролировать Минтруд о Труде Морском Судооходстве и правила там интересные фразы написаны написано что государство член реализирующий данную конвенцию должен принимать меры чтобы минимизировать коммерческие структуры по найму трудоустройства моряков то есть минимизировать то есть должны быть государственные службы по большому счету у нас нет ни одной государственной службы а чтобы было понятно допустим компания иностранные платят за найму трудоустройства моряков компаний в пределах 100 ну в зависимости от специалистов от 100 до 300 долларов за моряка то есть компания платит то есть я его поставляю допустим как уронную компанию они платят мне в общем где-то порядка я считал у нас порядка 80 компаний действующих на самом день аферистов еще больше которые нанимают моряков наших где-то в среднем мимо государства уходит порядка 2 миллиардов долларов за найм за устройство это все было расписано доложенный Минтран все прочее то есть говорили ребята возьмитесь вот поэтому и всем при этом получается как бы ну может быть вот мы сейчас пытаемся установить контакт с министерством труда и занятости если нам удастся все-таки эти правила разработать чтобы в этих правилах было отражено что как сказать мы участвовали в разработке этих правил потому что в любом случае нужно будет создать механизм какие-то бумаги на основе которых компания имеет право нанимать какие условия должны выполнять у нас в свое время разбирался таким вопросом как страхование страхование не только жизни моряка а дело в том что в конвенции написано и вот это отрудием морсово-соноходство и она была написана до сих пор в КТМ в кодексе торгового мореплавания очень интересный такой пункт что компания по найму трудоустройства должны страховать моряков от невыплаты зарплаты никто не страхует то есть это КТМ действует не знаю уже сколько лет лет 20 больше даже в России взять никто этим не заботен то есть кроме компания нанимает моряка подписывая с ним договор от имени компании судоходной владельцы судна моряк идет туда он где-то оказался брошенным судно там бывали такие ситуации недобросовест владельцы бросали судно вместе с экипажем и все это ложилось потом куда то есть когда обращается в круговую компанию мы подписали соглашение мы здесь не несем а судно владельца нет он вообще где-то на Кипре и все никто за что не отвечает и начинается в лучшем случае наши моряки оказываются где-то на Тайване где-то были у нас брошенные моряки занимается кто были у нас брошенные моряки я занимался в Болгарии и пришлось связываться с нашим посольством там и чтобы они помогли как сказать репетрируют наших моряков брошенные я же не говорю про зарплату а если будет введена система которая она в законодательстве есть давно уже страхование моряков от таких форс-мажорных обстоятельств плюс страхование их зарплаты тогда крупную компанию будет увеличать а сейчас они просто нанимают и никакой ответственности не несут вот поэтому конечно завершая так немножко вот экскурс в этот большой плюс ни в одной отрасли у нас нет такой глобальной конвенции которая бы говорила регламентировать труд самоработника вот и поэтому как бы ну а с другой стороны куда от этого деться потому что все отрасли у нас начинают быть глобальными мы ведь просто первые к этому подошли есть соответственно конвенции которые все вещи регламентируют но поэтому это очень большой плюс очень большой плюс но надо в этом направлении работать чтобы государство тоже нас услышало мало того что я подписал бумагу надо как-то бумагу исполнять надо соответственно делать в законодательстве изменения поэтому говорю что когда я начинаю составлять коллективный договор для судна я никак не могу туда включить трудовой кодекс он совершенно противоречит поэтому должно быть отдельно раз самортифицировали значит должно быть предложение по морякам в трудовом кодексе соответственно должны быть изменения в ГПК в ГК должны быть я уже об этом говорил неоднократно специализированы морские суды которые понимают эти специфики так что проблемы есть но шаг вперед сделан был огромный спасибо спасибо уступили вопросы где находится эта международная организация от которой исходит конвенция международная организация главнее национальная трудовом кодексе это где у нас милиция находится Лубян Петровка Петровка на Петровке находится и отделение МОД которое в Москве на Петровке находится оно еще с советских времен является представительством не только нашей страны но и по странам СНГ единственное что единственное что все мы понимаем куда нас завела 30 лет наши правители руководитель до недавнего времени был представитель Швеции или Норвегии женщины там русских практически не было русские были просто клерки только вот сейчас начали что-то разгребать все прочее поэтому какие-то вещи отстаивать там было сложно но как сказать сейчас мы все равно с ними работаем потому что это единственное что вот был поставлен мой вопрос с соответствующими органами чтобы навести порядок разобраться кто там у нас в Москве возглавляет мод это и есть такое у меня такой вопрос вы сказали что в трудовом кодексе нет специальных разделов посвященных условиям труда и оплате труда в морской отрасли вы пробовали составить необходимый пакет документов законодательных и внести в виде поправок кодекса есть ли этот пакет законодательных законодательных такового общего пакета нету по отдельным моментам мы пытались через депутатов какие-то вещи провести это началась работа еще даже до принятия этой конвенции в частности вот мы работали по обращению чтобы судно можем было арестовать именно по местонахождению в порту допустим а не обращаться непосредственно туда где судно приписано в ту страну и тогда еще было это так сказать приведено и принято и можно сейчас сделать хотя тогда тоже можно было до принятия конвенции все равно суда арестовывать согласно конвенции ООН по морскому праву все там написано было когда не было это принято конвенции я ссылался на конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и говорили что судно проходящее через территорию такого-то государства при нарушении таких-то правил в том числе по зарплате может быть выставлен залог и судно арестовано любое судно суды наши наотрез отказывались боялись арестовывать суда поэтому пакет мы будем готовить будем готовить пакет тем более что ну по крайней мере идет разговор по поводу изменения второго кодекса кстати я могу сказать такие вещи у меня есть подборка по морскому законодательству трудовому морскому законодательству в различных странах есть такое на Кипре даже в Панаме есть я не говорю допустим про морские страны у нас такого нет а это вещь перспективная и мы я думаю что это тяжелая работа нужно будет подключать соответствующие депутаты все прочее чтобы мы разработаем разработаем эти вещи это самое внесение изменений в кодекс но нужно чтобы их продавливать дальше еще такой вопрос Россия относится к списку морских стран конечно относится она относится во первых как не относится мы практически глобальная морская держава начиная с востока на запад на юг на север то есть мы полностью как сказать морем поэтому мы естественно морская держава но как говорил один персонаж за державу обидно в каких странах есть профсоюзы моряков солидаризирующие с нашей борьбе скажу следующее я немножко коснулся и раньше наверняка об этом говорил смысл в чем я говорил что есть организация глобальная международная федерация транспортных рабочих и там есть морская секция которая признана у нас ITF которая признана у нас в прошлом году нежелательной организацией так как с начала военной операции она начала собирать деньги фонда открыла и присылает эти деньги на Украину в том числе косвенно и наши владельцы в этом участвуют потому что они заключают клетивные договора как сказать добренные вот это ITF нежелательной организации и согласно этого договора они должны перечислить 300 долларов за рабочее место в год за моряка но чтобы было понятно какие-то деньги то есть Совкомфлот до сих пор заключает договора одобренные ITF в год он перечисляет косвенно на Украину Совкомфлот наша государственная компания 600 тысяч долларов поэтому нами было еще ну и вот эта организация которая ITF сама она мягко говоря утратила свои позиции когда вот приняла конвенция была принята трудом ресурсов садохоз ее как бы как непосредственно участие в этом резко упало а второе они просто начали зарабатывать деньги на этом поэтому где-то остановили наши суда а вот когда началась специальная операция ITF через докеров блокировало наши суда российские либо по флагу либо по национальности экипажа либо по национальности судовладельца во Франции суда задержаны были наши профсоюзы которые в ITF входят они непосредственно обращались в свои правительства Падди Крамлин это председатель профсоюза докер он непосредственно с Австралии он туда обращался в Австралию в правительство не пускать наши российские суда в Австралию вот соответственно в Лондоне такая же ситуация была и поэтому еще еще за несколько лет до специальной военной операции нами было принято решение о создании собственной морской секции в транспортной секции то есть под секцию морскую транспортной секции Всемирной Федерации профсоюза та которая именно наша организация классовая организация там где входят в основном профсоюзы левые профсоюзы левого движения это такие как ПАМЭ допустим это самое Бразилия Аргентина Чили Иран Китай но есть отдельные организации в Европе то есть вот мы когда проводили встречи были и Турция и Кипр и Греция и Германия и Англия то есть именно классовые профсоюзы 15 мая у нас я представил свои предложения по созданию нашей секции морской именно а сейчас она в принципе назрела потому что фактически эти профсоюзы которые враждебны на вот это они фактически начали агрессивную политику байкотированных судов и как сказать участвуют как сказать очень активно именно против работников потому что они перестали разделять что такое работники что такое самая политика и у нас 15 мая ранее еще два года назад была у нас встреча в Марокко и я там предложил создать морскую секцию и проект создания уже есть хотели провести СИЕС первый еще год назад даже больше наверное у нас в России но тогда не получилось у нас по разным причинам и сейчас мы создаем морскую секцию СИЕС пройдет 15 мая на Кипре я там буду принимать непосредственно участие и именно там будут наши классовые профсоюзы наши именно альтернативные тем чтобы было понятно по простому буржуазным профсоюзам которые в принципе отражают очень сейчас активно интересы капитала по большому счету и как один из пилотных проектов потому что это глобальная нужно будет делать организацию это очень большая работа и пилотный проект нами как сказать планируется сделать на Каспии где будут участвовать тем более что это сейчас очень важно вы знаете сейчас поток север-юг пойдет он уже идет через Каспий на Иран и с Ирана уже идут поставки нашей газа и нефти и все прочее сейчас там уже создается совместная иранская компания судоходная с нами и соответственно одна из штаб-квартир вот этой морской подсекции будет в Иране и я думаю что летом мы будем эту тему уже обсуждать там вот кратко так так что работаем именно с нашими профсоюзами классовыми профсоюзами спасибо на выступления записавшихся нет поэтому вам заключительное слово большое спасибо всем кто выслушал внимательно лекцию лекцию хотя я сразу понимал что тема специфичная но надеюсь что я все-таки немножко сказал вам более простому что до многих все-таки дошла ситуация ну и тем более что если взять как вот мы говорили что наша морская держава чтобы была великая надо чтобы постройка только судов наших оно не сделает нашу морскую державу великой потому что главный в этой цепочке это моряк это человек это труженик тур сколько у нас год моряков выпускают в училище как студентов молодых так сказать у меня где-то я подсчет вел по всем учебным заведениям по морским это было лет 8 назад много выпускают много там же получается у нас большие эти получается новороссийская мореходка но высшая потом макаровка невескова филиалы в мурманске на сахалине при них есть здесь у нас есть синявина это отдельный колледж который нанимает готовит этих в основном рядовой состав технически там потом при макаровке есть колледж очень много я считал потом есть личные училища то есть рыбные калининградские дарь рептус в Владивостоке очень много и все они доходят где-то процентов 20 до наших компаний остальные за границей да либо просто получают бесплатное образование понимаете оно стало престижно потому что ну родители вот куда отдать отдал мореходку там и кормят и форму дают то есть не нужно одеваться бесплатное образование получил корочки и ушел допустим вообще не в море работать то есть нету привязки выпускника и у него нет стремления ну я уже делал лекции по поводу Филиппин по этому поводу там создана система то есть непрерывная ну филиппинцы поставляют почти 40 процентов моряков в мире на флот из всего мирового флота а сами флоты не имеют старая статья дохода государства Филиппин от трудоустройства моряков то что я говорю допустим 2 миллиарда мы смогли бы заработать а в Филиппинах вторая статья дохода государства от трудоустройства моряков потому что государственная служба найма и там привязка идет пошел в компанию вот он привязан к этой компании государство получает за нее деньги даже она подготовила вроде как для иностранцев а иностранцы вкладывают деньги в образование компания Майерс допустим расположена базу сделала как сказать непосредственно техническую базу для обучения моряков и вот он допустим получил корочки матроса пошел куда в компанию Майерс к матросам там посмотрели да из него получится допустим штурман они направляют опять его сюда он учится потом идет третьим помощником потом опять смотрит дальше может расти то есть смотрит все заинтересованы и моряк заинтересован в карьере он знает что у него карьера вот есть вот государство заинтересован потому что он знает направляет туда непосредственно как сказать и получает деньги за моряка государство вот и судладелец тоже он получает квалифицирован кадр и когда допустим встречаешь судно филиппинский экипаж полностью капитану допустим крупном контейнеровозе 25 лет как 25 лет а так он вот начиная собственно с 15 лет с 14 он постоянно в море он обучался то есть он прошел практику у нас Макаровке 6 лет обучается он не может матросам пойти у него нет корочек у него нет практики естественно во сколько он лет может стать капитаном а вот скажите еще получается что допустим 200 тысяч русских работают там не происходит ли здесь как бы генационализация не становятся ли они гражданами мира но грубо ли они русскими ну есть некоторые это процентов 10 есть которые потом как сказать ну кто-то в Канаде оседает ну просто деньги есть но в основном нет где-то процентов 10 максимум из них основные все равно здесь и наши государства не ценят даже то что они же привозят сюда деньги оттуда в Россию большие деньги привозят а там куча проблем это просто отдельная тема там пенсионные отчисления и все прочее то есть и поэтому много до недавнего времени буквально до начала специальной военной операции в Макаровке на косой линии Майерск на свои деньги оборудовал классы учебные но они готовили логистов не моряков чисто логистов вложили большущие деньги и соответственно Макаровка готовила этих логистов на их деньги и они шли в Майерск есть если такие но как правило по большому счету если можно бесплатно получить пусть Макаровка учат а они бесплатно заберут спасибо большое Викторович за лекцию все спасибо спасибо